Ричард II Плантагенет В гостях историки Наталья Басовская и Елена Браун. Наталья Басовская окончила исторический факультет Московского государственного университета, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой всеобщей истории Российского государственного коммунитарного университета, автор книг и публикаций в том числе «Столетняя война. Леопард против Лилии» и «Цель истории. История». Елена Браун окончила факультет истории, политологии и права Российского государственного гуманитарного университета, кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории Российского государственного гуманитарного университета, автор публикаций и монографий по истории Англии. Давайте поговорим про Ричарда Второго. Ну и начнем с того, что мальчик из очень хорошей семьи, папа просто народный герой, отличившийся на фронтах Столетней войны, но и дед выдающийся. Дед легендарный, английский король Эдуард Третий из династии Плантагенетов, который придал легитимную форму тому, что мы называем Столетней войной. Столетняя война – большая условность. Это просто длительная серия военно-политических конфликтов между Англией и Францией. Которая к тому же делась больше 100 лет. Да, конечно, 116 формально. Договора вообще не было в конце войны. А назвали ее Столетней в 19 веке. Историки. Поэтому это большой такой миф. Но как всякие мифы в народном сознании, исторические мифы, он более живуч, чем реальность. Вот про Столетнюю войну знают все. А то, что ее на самом деле фактически в общем-то в таком виде не было, это никто не знает. Это удел специалистов. И на самом деле Эдуард Третий – это легендарная личность, потому что в 1337 году он молодой, горячий, настроенный на победу во Франции, пришедший к власти плохо. В чем-то, Ричард Второй, это тоже напоминание. Ведь Эдуард Третий пришел к власти после предыдущего переворота, после того, как был свергнут его отец, злосчастный Эдуард Второй, матерью и ее любовником, Мортимером. То есть мальчик пришел к власти в нехороший момент. Первые три года он не властвовал. Но когда он реально стал властвовать, он начал эту войну. Так что дед легендарный. Он начал. И первая половина этой войны была совершенно блистательна для англичан. Битвы при Слейсе – морское сражение, Креси – 1346, Пуасье – 1356. Казалось, делают плантагенетов хозяевами Европы наверняка. А ведь, что его внук будет последним плантагенетом, никто не знал. А это еще никто не знал. Они 245 лет, я посчитала, правили Англией. Это большое историческое время. И казалось, все так прекрасно, все замечательно. У Эдуарда, третьего старший сын, тоже Эдуард по прозвищу «Черный принц», который любил надевать темные доспехи, выходя на турниры. Вот Елена Давыдовна знает душераздирающие подробности из его личной жизни. Я думаю, это важно, чтобы образ отца нашего, злосчастного Ричарда, был романтически обрисован. Я бы не сказала, что это душераздирающие подробности. Волнующие. Волнующие. Речь идет об очень необычном браке его родителей. Ведь Ричард II – мальчик не просто из хорошей семьи. Он мальчик из семьи, которая по меркам Средневековья все-таки полностью нормально считаться не могла. Дело в том, что его мать Джоанна была в традиционном, вполне для юной девушки возрасте, около близко к 20 годам. Она вышла замуж тайно за человека, которого она очень любила. Его звали Томас Холланд. А всего через год, когда этого Томаса Холланда отправили за границу, во Францию по дипломатическим поручениям, король Эдуард III заставил свою родственницу, она была родственницей короля, выйти замуж уже за совершенно другого человека. Он не знал, что она была замужем? Она вышла замуж тайно, потому что, в принципе, ей требовалось бы согласие короля на брак. Эдуарду III вполне вероятно было об этом известно, но он решил, что в его власти заставить, что очень выгодный был кандидат. Считать, что тайное явным не стало. Да, тайное явным не стало. Детей не было, что делало бы уже брак окончательно легитимным. В общем, выдали ее за графа Солсбери. А еще через год ее первый муж, Томас Холланд, вернулся. И поскольку это действительно был брак по любви, то он не постеснялся никого и потребовал свою жену обратно. Причем потребовал даже не у короля, а у римского папы Климента VI. Это был буквально общий европейский скандал. Причем сама Джоанна очень активно стала на сторону своего первого супруга. И второй даже запер ее в замке для того, чтобы как-то удержать. На всех отношениях. Ну, тут ведь дело было не в любви, скорее всего, в приданном невесте. Невестой в связях с королевским домом. Но в любом случае папа признал истинность первого брака. Джоанну Томасу Холланду вернули. Она была ему замечательной супругой, родила пятерых детей. А в 32 года овдовила. И вроде бы по меркам средневековья на брачном рынке эта женщина уже не должна была бы котироваться. Счастлива с него ладонь. 32 года – это уже почти пожилая женщина. Опять же, пять отпрысков. И тем не менее, черный принц делает ей предложение руки и сердца. Говорят, что он был в нее влюблен на протяжении уже как минимум пяти лет. Говорят, что... Она была красавица. Да, безусловно. Об этом пишут все источники. Что она была привлекательно невероятно. И что наш злосчастный Ричард II, он наследовал по ее именно линии, бросающиеся в глаза красоту. Что вообще было свойственно некоторым плаватогенетам быть внешне такими эффектными по-мужски. Но плюс Джоанна с ее утонченной красотой. И поэтому в детстве наш будущий Ричард II, будущий злосчастный английский правитель, чисто ангелочек. И этим ангелочком он остается, в общем, я думаю, до совершенно зрелого возраста. Во всяком случае, когда в один из самых драматических моментов своей жизни, в 1381 году, он 14-летним мальчиком будет встречаться с бунтующими крестьянами, с мужиками, над полем, вот этим полем майлэндским, где они первый раз встречались, порхал чистый ангелок в виде короля. В Средневековье для популярности личности очень было важно, чтобы он нравился внешне. Ричард с детства нравился своему окружению. Итак, папа женился на маме. Папа женился на маме. И Эдуард III, как ни странно, все-таки санкционировал этот брак. Хотя, может быть, и не странно, потому что говорят, что и он тоже когда-то был увлечен Джоанной Кентской. Говорят, что это была та самая женщина, из-за которой был учрежден орден подвязки. То есть подвязка была и ее? Да, по легенде, это именно с нее свалилась подвязка Эдуард III. Юный Эдуард III поднял, увидел всякие взгляды сомнительные, сказал знаменитую фразу «Пусть будет стыдно тому, кто об этом подумал плохо», надел ее себе на руку, и так был учрежден знаменитый орден подвязки. Существующий до сих пор. Одним из первых кавалеров этого ордена, кстати, стал Эдуард Черный Принц. Так что там все как-то очень переплетено в этой любовной истории. Но в любом случае, его родители поженились по любви. И Черный Принц, который, в принципе, всегда ставил на первое место войну, даже задержал начало военной кампании в Испании для того, чтобы дождаться появления Ричарда II на свет. Ну и Ричард II появился в Бордо как раз недалеко от места боевых действий. Накануне буквально, потому что Джанна была в каких-то очень плохих предчувствиях. Она очень просила своего мужа задержаться. И в результате, в таком здоровом, нормальном, цветущем состоянии, Ричард II видел своего отца с небольшим дня. В среду он родился, в пятницу его окрестили, а в воскресенье отец уехал на войну. И с войны он вернулся уже тяжело больным человеком. И это был уже совсем не тот Черный Принц, которым восхищались англичане. Сколько было лет Эдуарду, Черному Принцу, на тот момент? На тот момент чуть-чуть за 30. Да. А ведь, между прочим, приближаются страшные неуспехи. Неуспехи и поражения в Столетней войне. У англичан. У англичан на смену первому этапу успехов с 70-х годов XIV века сплошной неуспех. Вторая половина жизни легендарного деда Эдуарда III злосчастна, несчастна. Он совершенно другой человек. Он одрехлел, он много пьет. У него фаворитки после смерти любимой жены Филиппы Генегаусской. Двор как-то тоже одрехлел. Вся Англия ждет. Сейчас станет королем Эдуард Черный Принц, отец нашего Ричарда. И тогда все будет хорошо. Ведь люди всегда, когда видят, что поворот событий как-то неудачен для них, вот на смену былым победам, неудачи 70-х годов, сплошные поражения в битвах с французами. Ими руководит французами замечательный полководец Бертран Дюгеклен. И он вытесняет, вытесняет, вытесняет шаг за шагом, освобождает эти французские земли от английской власти. И он говорит, что сейчас сменится король, сейчас станет королем Черный Принц, и все будет хорошо. Но Черный Принц умер в 1376 году. Примерно на год, чуть меньше, раньше, чем престарелый, относительно престарелый, Эдуард III. И в Англии просто полная растерянность. Эдуард III Плантагенет, король Англии с 1327 года, взошел на престол в результате мятежа баронов и низложения своего отца. Первоначальное управление осуществлял совет знати. Но реально власть была сосредоточена в руках матери Эдуарда, Изабеллы Французской и ее любовника Роджера Мортимера. В 1330 году Эдуард казнил Мортимера и отдалил от себя мать, после чего стал править единолично. Эдуард III начал Столетнюю войну за французский престол, права на которой получил через свою мать Изабеллу. При Эдуарде Англия одержала ряд крупных побед во Франции. Сразу оживает высшее знать английское. И прежде всего дяди. Дяди – это вообще какой-то бич королевских семейств. Во всяком случае в Англии. А во Франции то же самое. А в этот раз их было еще так много, этих дядей. Да, очень много дядей. Братья короля. В общем, пусть будет 10-летний, хорошо. А мы им будем руководить. Безвластный король-младенец или король-душевно-больной, как во Франции при Карле VI. Это благодать для высшей знати. Мы будем ворочать делами, как хотим. В итоге в Англии вместо стабильности, на которую все надеялись, когда уйдет этот постаревший, одрехлевший Эдуард III, все будет хорошо, все довольно плохо. Реальная власть сосредотачивается в руках главдяди, я бы сказал. Главного дяди маленького, 10-летнего Ричарда Джона Гонта. Удивительный тип. Очень яркий. Ведь в сущности он основоположник следующей династии, Ланкастер. От него его сын станет первым Ланкастером Генрихом IV. Это человек, созданный для власти. Он основоположник, ну исток, следующей английской королевской династии Ланкастеров. Ибо его сын Генри Боленброк станет Генрихом IV, английским королем, после низвержения нашего несчастного Ричарда. И они начинают ворочать этим мальчикам, как хотят. Эти дяди ему приказывают, им распоряжаются. Он наверняка очень страдает. Хотя у меня нет прямых свидетельств того, насколько ему было тягостно. Первые яркие, такие очевидные рассказы о нем связаны все-таки с крестьянским бунтом. Но до этого надо еще сказать, какие времена в Англии. Побед нет. Черная чума есть. Черная смерть. Эпидемия чумы. Разгар был в 1348. Но волна за волной. В 60-е, 70-е годы она возвращается в Англию. Без конца говорят, что это крыс из кораблей, которые приходят с Востока. Кто знает. Что у этих крыс какие-то блохи. И эти блохи это все рассказки средневековых хронистов. Они распространяют эту страшную смерть. Англия опустела. Какой мальчик-король может спасти эту ситуацию. Знаменитая фраза известна. Ездили по городам, улицам и по городским улицам больше. Ездили специальные повозки с людьми, которые кричали. Выносите ваших мертвецов. И звонили в колокольчик. То есть это бедствие. Это очень большое бедствие. Последняя сильная волна. Это 1369 год. Но потом они возобновляются, эти волны. А главное, некому воевать и некому работать. В 1377 году свершилось, казалось бы, невозможное. То англичане все время воевали во Франции. Ее опустошали. В 1377 году французы высадились на территории Англии. Захватили остров Лайт. Как раз в вступление на престол. Да, да, да. Совершенно верно. И с этого, в общем, началось правление Ричарда II. Более того, французы, они не просто опустошили вот один остров. Они еще прошлись по побережью. Нужно и побережь. Грабительским рейдом. И многие города английские в этот момент платят дань французам. Потому что грабить все им было немножечко некогда. Там уже собиралась королевская армия. Поэтому они разослали гонцов во все крупные портовые города. С вестью, что если те им заплатят, то грабить именно этот город они не пойдут. Они пойдут грабить соседний. В общем-то, все города заплатили. Но здесь нужно представлять, каким колоссальным национальным унижением это было для англичан. Потому что к тому времени они были настолько в плену вот этой военной славы, черного принца, что первое время французов даже за солдат-то не считали. И тут оказывается, что все как бы совершенно наоборот. И вот этот вот совет, в котором все ругались, властный совет, 12 человек во главе с Джоном Гонтом. Который осуществлял эту пневморегинскую власть. И настолько его нелюбили, просто ненавидели. В народе я даже в протоколах заседания парламента вычитала замечательную про него фразу «Джон Герцог Ланкастер, который всегда действовал неправильно». О его одиозности Джона Гонта замечательные материалы, рассказы хронистов, связанные с еретиками, которые в это время начинают распространяться в Англии, Лолларды. Но прежде всего это деятельность оксфордского профессора Джона Гонта. Это человек, предшественник реформации, как его называют всюду в научной литературе. Человек очень умный, образованный, но в сущности заложивший основы того, что будет потом реформацией. Но конформизма. Джон Гонт прочел его, услышал в его учении главное, что церкви не надо быть богатой. Согласен, сказал этот дядюшка королевский. Надо отобрать у церкви богатство. Отобрать в пользу, конечно, тех, кто рядом стоят у трона и жадно насыщаются, пока мальчик ничего не может сделать. Придуман был церковниками суд над Виклифом. Профессора строго вызвали в собор на церковный суд. И это звучало грозно и как бы отдавало костром. Такие суды могли закончиться и очень опасным приговором. А Джон Гонт сказал профессору, не волнуйтесь, я приду туда же. И вот описание хронистов, как Джон Гонт явился в собор. Значит, сидят торжественно судьи, прилаты церкви, очень важные. В соответствующих одеяниях. Абсолютно. С золотом. У них за спиной алтарь, все строго. И вот перед ними этот подсудимый, тревожащийся профессор. Причем маленький, худенький, несчастный. У него была такая совершенно тщедушная внешность. И очень боящийся костра. Он делал все, чтобы там не оказаться. Это не Янгус. Человек неистового духа, готовый принять мученичество. Но Гус отчасти был ему последовательным. Конечно. Он стоял как бы на плечах. Но отличность совершенно другой. Гус сознательно шел на эту погибель во имя идеи. А Виклиф был осторожен. И вот появлялся. В момент, когда Виклиф, вероятно, уже дрожал от страха, входит в собор Джон Гонт. Он нацепил на себя полное военное облачение. И два меча. Два меча. И, идя по проходу между лавочками, скамеечками для верующих, гремел этими мечами и опрокидывал скамейки. Грохот. Его сопровождают люди вооруженные. Он подошел и спросил что-то вроде того. Ну что, святые отцы, вы задали ваши вопросы? Садали. Вам все ясно? Ну, в целом, да. Пошли, сказал он Виклиф. Пригрозил архиепископа Кантемберийского забору, да, из собора вытащить. Это уже выходило за всякие рамки. И показывало, насколько распустились у трона вот эти временщики. Вельможи. Временщики. Это не его воля сделать их таковыми. Их воля. Но мальчик у них в руках. И вот на этом примере учения Виклифа и движений против богатства церкви, а движения они начали. Конфисковать имущество начали, обогащаться начали. Ну, в общем, вы жадную толпой стоящий у трона, прямо кажется, что Михаил Юрьевич написал о временах малолезства Личида Перо. В любые времена жадную толпой стоящих у трона можно насчитать, если захотеть. Виклиф, он, в общем-то, уцелел. С ним ничего не случилось. Правда, его отрешили от кафедры в конечном счете чуть попозже. Но остался целым. Дал толчок вот этому движению, которое тихо молящихся в периоде. Лолларды. 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 Бормочущие. Есть вариации. Или бармочущие. Но, во всяком случае, они проповедовали, где попало, проповедовали вещи опасные, развивали учения Виклифа. И наиболее активным человеком таким оказался некто Джон Болл, который объявил, что он ученик Виклифа. Виклиф в ужасе кричал, нет у меня такого ученика. Его никто не слушал. Его никто не слушал. Все считают, что это ученик Виклифа. Джон Болл. Пропагандист наивного средневекового коммунизма. Самого настоящего. Ничего другого. Знаменитая пословица, которую он приводил в конце каждой своей проповеди, когда Адам пахал, а Ева пряла, кто тогда был дворянином? Кто тогда? Все это коммунизм. Или вот отрывка из его речи. Хронисты все записывали. Он потряс Англию. Короче говоря, в Англии военные неудачи, последствия чумы и вот такая смута. Из речи Джона Бола. Дела в Англии никогда не будут идти хорошо, пока имущество не будет общим. И пока будут виланы и дворяне. По какому праву те, кого мы называем господами, властвуют над нами? Почему они держат нас в рабстве? Они одеты в бархат, шубы и горностаи, а мы, покрыты лохотями, у них досуг и прекрасные дома, а у нас горе и труд, дождь и ветер на полях. Коммунистическая романтика. Прямо хочется запеть «Интернационал» или «Варшавянку», не знаю. И начать все отбирать и дить. И знаем, чем кончится. Но они-то так и хотели. Они даже слегка приступили. В июне или мае 1381 года начался крестьянский бунт. Невероятный. В наших советских учебниках многие десятилетия все это всегда очень солидно называли «Восстание крестьян под руководством Года Тайлера». Бунт страшный, мальчишка на троне, временщики воруют, во Франции в войне поражение и, естественно, налоговое время. Причем растут в три раза. Новый подушный налог. Именем мальчика нашего Ричарда. Но он-то сам ничего не мог сделать. Абсолютно. И, может быть, и не спростили его. Но именем нашего красавца мальчика Ричарда Второго вводится новый подушный налог. С каждого человека, достигшего 14 лет. А что такое подпредводительство Мода Тайлера? Кто такой вот Тайлер? Ну, он даже не от Тайлер. Кто он? Он Джон Ултер. Есть версия, что Тайлер – это кровельщик. Да-да-да. Есть версия, что он бывший солдат. И какое вы нашли ему имя? Джон Ултер. Он был вот по наиболее распространенной версии. Ултер сократили до от. Улт. Ну, чтобы произносить был. А Тайлер – это кровельщик. То есть это фамилия и прозвище. На войне он, видимо, был. Но многие солдаты возвращались с французской войны. Сокращался контингент, как говорится. Терпели поражения. Заключались короткие перемирия. И многие солдаты возвращались. Вернулся, занялся своим делом. В его дом пришли сборщики налогов, которые обычно во все эпохи не очень любезные люди. А жена Ултера Тайлера пыталась сказать, что ее дочери еще не исполнилось 14 лет. Мы никогда не узнаем, исполнилось или нет. Но она хотела доказать, что нет. И тогда сборщики сказали, что они сейчас проверят. И мы догадываемся, каким способом. Практически начали уже проверять. Начали, приступили к попытке изнасилования. И пришел домой вот Тайлер, совершенно не зная, что он народный вождь. Как отец он не мог сделать ничего другого, кроме как убить этих насильников. Так началась Великая революция. Но подготовленная народная, крестьянская, речами Джона Бола. Вот этими поджигательными. То есть, в отличие, допустим, от французской же Киреи, примерно в эту же эпоху, случившуюся чуть раньше, здесь были идеи. И идеи коммунистические. Они были во все времена. Они были и до новой эры. Они в какой-то мере, например, в Древнем Египте, знаменитые произведения, там, речения Пуэра, рисуют попытку коммунистического переворота. Кто был ничем, тот станет тем. Это бывало в древности. И это случилось здесь. Сицилийские восстания в Древнем Риме. Это попытка построить коммунизм. И здесь, в очередной раз, они были с идеями. Потому что Лоларды подготовили идейную почву. И вот эти идеи во что вылились? Мы хотим, мы требуем. Но они все-таки не как иногда представляют себе народное восстание, как его можно представить, предположим, убить всех дворян и забрать их земли. Это во Франции? Да. Первоначально они шли за справедливостью к королю. То есть вот Тайлер, он действительно совершенно случайно оказался во главе этого восстания. Но дальше две толпы, две армии восставших из Эссекса и из кем-то по разным берегам Темзы просто двинулись к Лондону. И хотели они попросить у короля справедливости. Не потому что знали, что он реально не управляет страной, а потому что это наивный монархизм. Король всегда хороший. Просто советники у него плохие. Да, и он помазанник Божий в конце концов. Да, он коронован. Но, конечно, себе мосты, пути к отступлению отрезали и мосты за собой зажгли. Потому что они отрубили головы этим сборщиком, нацепили их на пики и некоторое время с такими прекрасными предметами шествовали. Это все. Это значит, что никакого примирения даже при любых переговорах с королем в сущности быть не может. Но наш мальчик мог этого и не знать. А потом у него не было никакого выбора, никакого выхода. Было известно уже, что они сделали. В Кентербере они освободили заключенных. Всех взломали в королевскую тюрьму. Ну, это как всегда в любой революции. Освободили заключенных. Сожгли документы на городской площади торжественно. Разгромили дома богачей. Разгромили резиденцию архиепископа. Не остановило даже то, что это архиепископ. Ну, он был итальянец и страшно непопулярен в народе, надо сказать. Ну, звучит по-английски. Я не уверен, что... Ну, наверное, была и итальянская кровь. И канцлер королевства. А раз канцлер королевства, то непопулярен. Безусловно. Человек при власти. И что логично, опустошили винные погреба. Поэтому настрой... Безусловной армии был соответствующий. Воинственный и горячечный. Добрались затем до Лондона. До архиепископа. Схватили его прямо в капелле. И убили. Когда они ворвались в Лондон... Кстати, как это получилось? Лондон, в общем, столица королевства. А тут они входят без боя. Ну, они ворота открыли бедные жители Лондона, которые поддерживали эти идеи. Просто открыли им ворота. Осада не состоялась. Их впустили. Без малейших сил. А стража, бедната. Городская бедната. Перебили. А что касается... Свои же внутри. А что касается организации обороны Лондона, то вот здесь и сказалось. Почти забытый нами на минуту мальчик, Ричард II, он не в состоянии был обеспечить, организовать. Ему не слушались. Не было привычки к покорности королевской воле. А дядюшки в это время разбежались спасать себя и свое имущество. Прежде всего, свое имущество. Прежде всего, себя. Потому что, не дай бог, вы поймали того, как Джона Гонта. Их бы разорвали в клочья. Вот маленького короля они не стали убивать и не пытались. Хотя версии такие есть, что у них такой план был. Но мне кажется, это апокрифическая версия. Но вот Джон Гонт свое имущество не спас. Они как раз разгромили Савойский дворец Джона Гонта. В Лондоне была самая богатая резиденция, принадлежавшая этому главному дяде короля. Что там было? Масса ювелирных изделий, посуды драгоценные. Очень много из Франции, в частности, после успешного этапа войны. Лучший в Европе гардероб герцога было известно. Что такие костюмы, как у него, такие роскошные, в таком количестве, собраны именно в этом Савойском дворце. Все изрубили и сожгли. Как себя чувствовал Джон Гонт, понятно. Но он предпочел скрыться. Потому что на самом деле, восемь ударов топора архиепископу показались бы ему еще радостью. Расправа могла быть совершенно чудовищной. Это средневековье. Это массовый бунт. Людей возбужденной толпы, к тому же вскрывшей королевские винные погреба. Характерно, что в такие минуты, в этой толпе, вспыхивает неприязнь не только к дурным слугам короля. Никого не простим, кроме самого короля. Потому что он мальчик и потому что он король. А еще и к иностранцам. Вдруг их гнев, вот там на улицах Лондона, обратился против фламандцев. Которых всегда много было в Лондоне. С ними торговали, с ними роднились. Вот жена деда Ричарда II Эдуарда III была фламандочкой из Филиппа Генегауская. И к ним привыкли. У них был некий акцент естественный в английской речи. Так вот, вдруг бей фламандцев. И бей юристов. Юристов сам, без разбора, вместе с документами их рубить. А фламандцев, заподозрившись, что это фламандец, ему говорили, скажи хлеб, скажи вода. Это звучало с акцентом таким германским. И тут же его убивали. То есть вот эти вспышки чужой. Плюс торговые интересы. Все-таки в Лондоне очень много было именно торговцев, которые... У них богатые склады. Богатые склады. Склады надо грабить, но грабить идейно. Что это чужаки, они нам враги. Толпа... С ганзой конфликты постоянные торговые. Разъяленная толпа ищет врага. И она обязательно его находит. И вот в Королевском... Они ворвались в Королевский дворец. Я вообще-то думаю... Я не могу это доказать. Но думаю, что дядюшки еще и просто совершенно предали Ричарда Второго. Как можно было ребенка оставить вот так? И как я прочла в одной хронике, во дворце, крепко шутили с Королевой Матерью. Это же звучит просто страшно. Крепко шутили с Королевой Матерью. Они ничего такого не сделали, но были на грани. И вот в этой ситуации... Крепко шутил я, я имею в виду... Вы имеете в виду восставшие, которые захватили? Разбежавшись, они расползлись по дворцу. Смотрели, дивили, сломали, крушили. Обнаружили Королеву Мать. И крепко с ней шутили. Трудно детали представить не будем. Но понимаем, как это страшно. И вот в этой обстановке... Они требуют встречи с Королем. И Ричард Второй... Ему 14 уже. 1381 год. 14 июня. Мэйленд. Он соглашается с ними встретиться. Это поле, да? Недалеко, сразу за границей города. Вторая эта встреча будет в городе. На площади Смитфилд. Где живодерни всякие были. Что характерно. А это поле. Рядом за городской стеной. Как пишут хронисты, он выглядел бледным. Бледным. Как-то смущенно и неловко поклонился. Ну, вокруг него сколько было человек. Я то, что я наблюдала. Особенно картинки важны. Рисунки в хрониках. Шесть, семь. По-моему, вот по моим початам. Да даже если бы их было больше, это ведь совершенно ничего не меняло. Там стояли, ну, десятки тысяч точно. За сотни не поручусь. И еще было известно, что в момент вот этого свидания Майлендского в Лондоне, прямо в этот момент, на холме возле Тауэра, казнят одного за другим чиновников, юристов. Как правильно было замечено. Кого поймали? Кто не успел убежать? Кого поймали? Вот там идут казни, а здесь давайте творчески поговорим. И крестьяне предъявили королю, ну, можно сказать, то, что советская историография называла программа. Четыре пункта. Да, причем называла ее приемлемой, что самое интересное, продвинутой и прогрессивной. А, в общем-то, программа очень не глупая. Но никогда бы это не было принято. Это, конечно, все было невозможно. Но все-таки. Она-то вот не глупая. Глупая следующее. Звучало это так. Предоставить личную свободу всем виланам. А виланы – это английские крепостные. Крепостные. То есть отменить крепостное право. А дело в том, что процесс естественного отмирания крепостного права в это время в Англии уже шел. Его отменять не надо было, по большому счету. Там остались какие-то чисто символические вещи, вроде небольших отработок, каких-то крошечных денежных платежей. По большому счету там не за что было воевать. Но унизительно. Да, что это требуют они. Но согласитесь, пункт совершенно реалистичный. Второй пункт. Установить в Англии свободу торговли. Они не афламандцев здесь тревожатся. Это беспокойство о себе. Чтобы привозить товары в город для реализации продукты, если это свои, английские крестьяне, без специальной пошлины. Ну, думаю, что это малореалистично. Это было бы слишком хорошо. Ну, если умереть аппетиты, то можно было бы сделать даже и это. Вдруг. Ну, и, наконец, установить, это совершенно реалистичный пункт, установить аренду земли за фиксированную плату. Запретить помещикам бесконечно повышать плату за аренду. Очень актуально звучит. Мне прямо кажется, что я прошел сегодня. Помещики-то были не очень виноваты. Тут же дело в том, что просто после Черной смерти чудовищно выросли цены. Что вполне естественно. Выросли и зарплаты наемным работникам, потому что их осталось настолько мало, что фактически они диктовали свои условия. И взлетели, естественно, цены на продукты. Поэтому в этой ситуации дворяне, которые должны были бы столетиями не повышать эту арендную плату, оказывались в положении крайне проигрышным. И то, что они пытались это сделать, это, в общем, вполне объяснимо. Но, разумеется, крестьяне не хотели платить больше, и это также вполне объяснимо. Ну, еще ответ на статус рабочих, когда рабочим зафиксировали. Да, да, да. Не удалось, наверное. В это время пытались зафиксировать рабочее законодательство. Вот на самом деле, ну так вот, если упростить, социологизировать, это рывок навстречу капитализму. Дело в том, что он все равно грядет, к этому идет. А это рывок. И последний пункт, самый реальный, который наш мальчик, Ричард II, начал воплощать. Простить всех участников, и тех, кто убили архиепископа, и тех, кто сожгли дворец Гонта. Вот всех, и кто шутил с королевой матерью, простить. И Ричард I начал с этого. Вернувшись в свидание, он приказал писцам начать заготавливать грамоты, прощающие крестьян. Но тут началось то, что должно было произойти. Часть крестьян, совершенно довольная, получив грамоты, стала расходиться. Ну, правда, устроили беспорядки уже туда, куда они разошлись. Ну, вот, например, в Сент-Олбансе был замечательный случай, что вернувшиеся крестьяне с грамотами предоставили эти грамоты местному аббатству в знак того, что теперь они не должны аббатству ничего. Слегка, конечно, его погромили, вытащили символ своей зависимости, мельничные жернова, которые лежали в центре аббатства, в знак того, что только на церковных мельницах можно молоть зерно. Разбили их на мелкие кусочки. Ну, дальше, правда, разошлись по домам, довольные собой, что называется, потому что все, что они хотели, они сделали. То есть все было сравнительно бескровно, но были и другие варианты. Конечно. На самом деле, такое классовое примирение всерьез было невозможным. Это такая же утопическая мечта, как мечта Джона Бола об этом среднеуполном коммунизме. Но получилось хуже. Часть, особенно самые бедные крестьяне, остались в Лондоне и сказали, нет, потребуем-ка мы большего. И затребовали еще одного свидания с Ричардом. В каком настроении он пришел на это свидание, не знаю. Не встречал никаких красок на эту тему. Но это было на площади Смитфилд. Через сколько дней после первого? Где производилась торговля с котом. Мне кажется, это 5-7 дней. Да, недели. Недели. В хрониках пишут недели. То есть те, которые поспокойнее разбежались, а эти за неделю не успокоились. Самые бедные. Они наоборот разошлись. Они еще больше разбулялись. И подумали, что раз король так, значит, на самом деле, вот Тайлер на этом свидании преклонил колено перед королем, схватил короля за руку, что вообще недопустимо. Непозволительный по сей день королевская особо неприкасаема. И как бы сказал такие слова из одной из хроник. Будь спокоен, брат. И весел. Уже брат. Через какие-нибудь две недели общины будут благодарить тебя еще больше, чем теперь. И мы будем хорошими товарищами. Понебратство низов вот этих деклассированных практически элементов. Даже не понебратство, это хуже там и кошунство. Это очень грубо, очень трудно такое перенести, если это было. И как бы они затребовали равенство для всех, кроме короля. Вот такая версия в большинстве хроник. Услышав такую наглость, мэр Лондона... Про брата. Да, вот что побратаемся мы свои, товарищ, не тушуйся. Ужасно вульгарно. А по-небратски мэр города, оказавшийся в этот момент, мэр Лондона, за спиной от Тайлера, этого нахального вождя, вонзил ему в спину меч. И толкуйте, как хотите, в духе марксистской историографии учебников, предательским ударом в спину. В духе монархического нельзя было вынести такого оскорбления королевской особы. Но убийство состоялось. Ну, кстати, мэр-то предусмотрительно был в кольчуге. Говорят, что от Тайлера попытался ему ответить, но, вероятно, мэр заранее готовился к этой героической акции. И тут есть в историографии такая версия, что убийство от Тайлера на этом свидании было попросту спланировано. И если бы он сам не сделал ничего нарушающего этикет, его бы, вероятно, спровоцировали, что в сущности было несложно. Другое дело, что ни одна из этих версий никогда не будет доказана. Но само вот это представление на глазах все еще очень многочисленного крестьянского воинства убивают их вождя. Несколько тысяч вот они здесь, прямо здесь на площади. Несколько тысяч, как минимум. То есть жизнью короля, мэр Лондона, рискнул смело. Может быть, те придворные, которые прятались в декорациях во время этого бунта, решили, что в конце концов это можно будет пережить. Ведь дядей еще много. Да, действительно. Найдется кому занять престол. Джон Гонт и сын у него взрослый, практически ровесник Ричарду. Проблемы для династии бы не было. Не было бы. А жизнь Ричарда на волоске. И в эту минуту этот бывший вот маленький ангелочек впервые проявил себя как мужчина. Он дал шпоры коню. Это не могло быть отрепетировано. Поскакал вперед, навстречу крестьянам. Вместо того, чтобы броситься, спасаться от них, они бы догнали и убили. Могли убить. Он бросился им навстречу, поскакал вдоль рядов, закричав, я с вами, я ваш вождь. Мол, не робейте, этого убили, зато я ваш вождь. Как здорово. У нас вождь, да еще какой, сам король. В случае, с этого же и хотели. Верьте мне, им показалось, что они победили. И вот тут-то началась расправа, великая. Личная роль Ричарда II в этих расправах мне неизвестна. Во всяком случае, в том, что я читала, она не проступает. Что вот он лично распорядился грамотой прощения писать, их начали писать, это да. А вот по поводу расправы, мне кажется, никакие указания и не нужны были королевские. Дворянам совершенно ясно было, что надо делать с бунтовщиками. Даже просто подчас рыцарей вооруженные встречали человека в типично крестьянском костюме. Просто могли убить за то, что он крестьянин. Воспоминания о страхе. Зарезать, повесить. Заколоть, все что угодно. Воспоминания о страхе. Собственном страхе. О собственном. О том, что они бежали из столицы. Они оставили там малолетнего короля. И вот месть была еще и за это. За свой позор. Поэтому расправа со всеми крестьянскими движениями, она обычно жестока. Но это была совершенно кровавая. Причем в стране, где и так не хватает рабочих рук. И в том числе крестьянских рук. Ситуация после бунта для Ричарда II изменилась. Ну вот он хотел даже затушевать, мне кажется, немножечко эти последствия. Потому что, как мне представляется, он здесь был гораздо более дальновиден, чем те дворяне, которые просто откровенно сводили счеты. Тем паче, что он-то показал себя как герой. Вот после этой исторической сцены он по свидетельству хронистов, когда он возглавил восставших, вернулся домой к своей матери и сказал ей, радуйтесь и хвалите Бога. Сегодня я вернул себе потерянное наследство и королевство Англию. То есть он посчитал, что теперь он будет править сам. Конечно, не вышло, но тем не менее, вот в парламенте он пытался помещикам предложить освободить крестьян. В очень деликатной форме сказал, что если вы действительно хотите освободить ваших крестьян, то я как король могу вас только поддержать. Но лорды среагировали на это, я бы даже сказала, агрессивно. То есть они заявили дословно следующее. Крестьяне это наша святая собственность, и король может взять ее только с согласия лордов. А это согласие мы никогда не давали и не дадим, даже если бы нам всем пришлось умереть в один день. Высказаться яснее трудно, то есть власть у него собственно так и не появилась. В том, что парламент существует в Англии с начала 13 века. У него уже в Великой Харте Вольности, вернее, существует с начала 13 века. С 1265-го парламент, с 1265-го, а с 1295-го он уже обрел структуру. У него большой опыт у парламента, и он уже реальная сила в государственном управлении. Великая Харте Вольности, грамота подписанная в 1215 году английским королем Иваном Безземельным. Харте ограничивала в основном интерес к аристократии права короля и предоставляла некоторые привилегии рыцарству, церкви и верхушке свободного христианства, а также горожанам. Великая Харте Вольности сыграла большую роль в политической борьбе 13-14 веков, приведшей к возникновению английской сословной монархии. Со временем Ричард II попытается из-за разногласий с парламентом поставить над ним некую свою комиссию из 18 человек. Тут его начнут в открытую называть тираном. Но до этого еще произошло очень важное событие. Джон Гонт, наш великий знаменитый, бежал из Англии. Что заставило его бежать? Мне вот точно не удалось выявить, но, по-моему, он опасался расправы со стороны Ричарда. Ричард не собирался простить то, как его предали во время крестьянского бунта. Он действительно почувствовал себя мужчиной и королем. В 14 лет? В 15 уже. Вот тут ему как раз исполнилось, пока в ходе расправы. Гонт бежал из Англии, а и Ричард совершил поступок, который, как говорят, потом ему повредил, помогая ланкастерам обрести предлог для прихода к власти. Он был так зол на Джона Гонта, что вдогонку этому беглецу, бежал он, конечно, во Францию, не до ЭКО, не в Австралию. Приказал конфисковать все его владения. И вот это будет знамение потом борьбы ланкастеров за низвержение Ричарда. Он тиран, он отнял наши законные родовые земли, а земли действительно родовые. То есть, короче, это неосторожный поступок, который, наверное, не стоил бы ему так дорого, если бы в остальном правление складывалось хорошо, а оно складывалось не очень хорошо. С одной стороны, Ричард стал самостоятельным. Сбежал дядя, да и еще пару лет, и он уже совершеннолетний, может управляться сам. Потом у него в это время как раз произошло то событие, которое делало его юридически самостоятельным в глазах средневековых людей. Он вступил в брак. Еще до начала восстания Уотта Тайлера были ведь начаты переговоры с Богемией о том, что тамошняя принцесса Анна Богемская должна выйти замуж за Ричарда II. После того, как восстание подавили, эти переговоры были продолжены, и в итоге состоялся брак. Дочь Карла IV, да? Итак, Анна Богемская приезжает в Англию и заключается брак по династическим соображениям, который как раз оказался чрезвычайно счастливым. То есть, с первой женой Ричарду необычайно повезло. Она отличалась удивительно добрым, мягким характером. Всегда пыталась помирить Ричарда и каких-то его врагов, противников, вельмож. Она очень просила мужа в честь их свадьбы пощадить оставшихся участников восстания Уотта Тайлера. Им действительно было даровано прощение. То есть, ее даже в истории запомнили англичане как добрую королеву Анну. Королеву, от которой никогда не ждали ничего, кроме хорошего. Ну и, помимо всего, у нее были еще заслуги в деле знакомства англичан с изящной жизнью. Она, говорят, пока добиралась через Францию. Это было достаточно долго. Там были свои проблемы. Французы не сразу согласились пропустить через свою территорию. То есть, формально они в войне. Англия-франция. Она познакомилась с французской модой и привезла в Англию, говорят, эти высокие средневековые головные уборы. Нэны, похожие на такие вот колпаки. И дамские седла. И вообще как-то очень хорошо содержала свой двор. То есть, за это ее англичане тоже любили. Блин, еще больше. Да, она должна выглядеть достойно. Конечно, была красавицей. То есть, этот брак был хороший. Ричард почувствовал себя... Междевременной смерти. К несчастью для Ричарда, прожила-то она не очень долго. Брак длился, по-моему, 18 лет. Минус их брака – нет явного наследника. Для устойчивости трона обязательно рядом должен подрастать наследник. Желательно один и очень здоровый. Когда их несколько, то они будут друг с другом драться. А когда он один больной, то он может умереть. Но у него нет. Ни того, ни другого, ни третьего. Причем, что любопытно, бастардов тоже нет. То есть, вероятно, просто были проблемы со здоровьем. Незаконно рожденных отпрысков не зафиксировано. Потому что не завести фавориток – это было просто ненормально. Это было настолько принято, что какие-то фаворитки должны были быть. Но никаких бастардов, которых можно было бы по правилам того времени признать, нет. Он захотел выглядеть настоящим европейским правителем. Стал привлекать ко двору артистов, художников. Собрал немалую библиотеку, пополнил. Сам читал книги. То есть, его еще и повело как-то в сторону развития интеллектуального. А народ-то жаждет побед во Франции. Причем тут художники, артисты, книги? Их этим не уговоришь. Они ждут побед во Франции. А побед во Франции нет. И недовольство Ричардом Вторым становится совершенно ощутимым. Победы никак не получаются во Франции. И начинается то, что французы тоже готовы как-то замять эту войну. Потому что во Франции у власти находится Карл VI, оставшийся в истории с заслуженным прозвищем Безумный. Душевно больной человек. Правда, по-моему, тогда еще не был Безумен. С 1392 года он все время впадал в Безумие. А в 96-м и будет то перемирие, о котором я говорю. И дело пошло к тому, что не примириться ли нам. И Ричард, который вдруг увлекся этими художниками, книжками, считал, что расправился со своими наиболее опасными врагами, считал, что он сможет контролировать парламент. Ричард решил, что надо пойти действительно на перемирие. На ничью. Да, ничью. Они пошли на поддержку друг друга. И в 1396 году в Кале заключено такое перемирие. Очень смешное. Не очень боевая ничья. На 28 лет. Туманный срок. А что за срок? Что случится через 28 лет? Как вот прям какой-то просто произвольный. На 28 лет. Ричард вступает в брак с дочерью Карла VI Изабеллой. Французского короля Карла VI. Изабелле 7 лет. По другим версиям 9, но от этого мало что меняется. Мало что меняется. А ему 22. А ему 22. 32. Нет, 32. То есть во сколько лет он собирается получить от нее наследника? Ну, по крайней мере, раньше 15 лет они родились. Значит, лет через 8 у него он собирался жить долго. А ему оставалось жить 3 года. Он увозит вместе с куклами эту невесту в Англию. Причем очень серьезно к ней относятся. Каждый день к ней приходят. Как бузерослой. Да, она участвует во всех праздниках. И действительно ведет себя как взрослая принцесса. Ну, тут сложно сказать, чем это было вызвано. Но, во всяком случае, такие сентиментально настроенные историки говорят, что уже после смерти Ричарда II его маленькая невеста его всячески оплакивала. Очень не хотела выходить замуж. Ну, наверное, она его воспринимала, может быть, как такую большую игрушку. Ведь она была девочкой, а тут такой шикарный взрослый дядя, который окружает ее максимальной заботой, сделал ее королевой. Ну, и у папы не совсем с головой в порядке, к тому же. Да. И тут, в общем, все прекрасно. Все игрушки, все праздненства, все к ее услугам. Она командует взрослыми фрейлинами. У нее все чудесно. В Франции совершенно больной, безумный отец у нее, у которого этих детей 12 человек. То есть рваться туда не очень-то хочется. Правда, после низвержения Ричарда II ее затребовал, французский двор, затребовал возвращение принцессы Изабеллы во Францию. В сущности, переворот 1399 года. Вот мы на пороге. Что заставило совершить этот переворот? Как это произошло? Ричард отправился на войну, в Ирландию. Неожиданно сказал. То есть, видимо, что во Франции я себе обеспечил тыл спокойный. Вот сейчас, ну, внутренняя логика. Одержу победу в Ирландии. Не знаю, что там победу одержать нельзя. Ни в каком столетии. Он не понимал. Но они все время хотели английские короли. Это же была мечта. А пытаться-то можно. Он был не первый, кто понадеялся. Он уехал на эту безнадежную войну. И в его отсутствие при дворе, при поддержке, моральной поддержке парламента, начало готовиться невиданное. Опираясь на статью, соответствующую Великой Хартии Вольности 1215 года, которую вырвали у безвластного короля Иоанна Безземельной обороны. Опираясь на эту статью, не изложить короля, как неспособного к управлению. Кстати, вранье. Не был он неспособным к управлению. Вот Карл VI во Франции был неспособным к управлению, но его не низложили. То есть это прикрытие государственного переворота. А тайная пружина вот этого всего, вот будущий Генрих IV. Тайная пружина Ланкастера. На самом деле, тайная пружина во Франции. Так называемое перемирие совершенно не интересует французскую знать. Французская знать хочет продолжения войны, хочет победы. То есть, во всяком случае, про Ричард здесь как бы и забыто. Это его перемирие на 28 лет, я считаю, и стало роковой причиной его неизложения. Он думал, что он себе обеспечивает этим некоторую безопасность, ну, передышку. Никто не будет требовать побед во Франции, раз у нас перемирие. Почему этому явному глупому и, безусловно, образованному человеку, который с юности прошел очень серьезные испытания, не хватило вот ума понять, что он лишил себя всякой популярности, и что есть в их руках такой инструмент, как Великая Хартия Вольности, мне сказать трудно. Думаю, как обычно в таких делах, ближайшее окружение тихо предало его, а он этого не подозревал. Он вернулся из Ирландии, можно сказать, в королевство, которое ему уже не подчинялось. Но ведь даже регент королевства, герцог Йорк, которого он оставил в Лондоне... На время войны. Да, рассчитывая, что если уж что-то и случится, то, во всяком случае, в Тауэре отсидеться, это более чем просто. Он просто присоединился к восставшим. И причащая интервенция из Франции, с... Его предали все. Да, ну, собственно, когда Генрих высадился... С Генрихом Ланкастерским. Он высадился, и он начал собирать вокруг себя всех недовольных. Да, он ведь высадился с очень небольшим количеством солдат. С этой армией он бы ничего и с вами не сделал. К нему пришли практически все дворяне, потому что все по разным причинам были недовольны Ричардом II. Церковь была им недовольна, потому что он с лалардами боролся недостаточно интенсивно. Дворяне были недовольны в массе своей, я имею в виду мелкое и среднее дворянство, из-за того, что никак не хотел он жестокие меры против крестьян принимать аристокрасию. Да и разделить имущество церкви в пользу. Прекратились победы, а все... Вообще несчастье главной его жизни психологическое. Вот эти великие надежды, которые на него с детства возлагали, как на сына благородного, победоносного Эдуарда Черного Принца, эти надежды не сбылись. Когда его не сложили, он даже плохо понимал, что происходит. Он думал, его отпустят куда-нибудь. Какой-то утопист. А его заточили в замок, и потом были озабочены только одним. Как с ним поступить дальше? Боленброка призывают Ланкастера на престол. В Великой Харте написано, что можно не изложить, но не написано, что... Что делать после? Не написано. И они мучились. И тут есть версии. Тайное зверское убийство. Эту версию принимают некоторые авторы. И есть другая. Перестали кормить. Вообще. И он умер. Чтобы сказать, что король умер сам. От душевной меланхолии по официальному диагнозу. Его не убивали. Мы заканчиваем нашу беседу. И я благодарю моих собеседниц за очень интересный разговор. Благодарю вас, Наталья Ивановна. Благодарю вас, Елена Давыдовна. Спасибо. Я надеюсь, что вы еще придете к нам в нашу программу. А с вами, уважаемые телезрители, мы увидимся вскоре, чтобы продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. До встречи.